Центры социального обслуговывания насильства протягивают оказывать допомогу пенсионерам, а так само инвалидам першой и другой групп. У першую чаргу размоваядзе об допомозе у набыти продуктов и леков. Сегодня наши корреспонденты разом с социальными работниками наведали некольки же хороших выночных районов Гомеля. С 9 ранницы до 18 вечера на протягуся годы дня без выходных и святочных день. Зараз сирот основных задач социальных работников – прием заявок от пенсионеров и инвалидов на набытие продуктов, харчевания и леков. На сегодняшний день у целом ПА в области выконано коля 10 тысяч таких зворотов, пройчим размова идей як об городах, так и об сельской мясцовости. Допомогу окажут навод у невеликой вёсцы. Идет полностью речь об области. То есть это и сельские населенные пункты, там, где приезжают и автолавки, и наши работники. Для того, чтобы человек не выходил из дома и минимизировать эти выходы, приносят продукты по заказу. В уголе социальная допомога – клопот агульный. Коли Центр социального обслуговывания звернулся во установы адукации, ган для медицины с просьбой разместить информацию об оказании допомоги спираликом номера телефона у горячей линии, не отмовился никто. Плюс материальная поддержка. Те ж профсоюзы выдатковали сродки на набыть всё для социальных работников сродков индивидуальной обороны. Их это не один и приклад. Никто не остаётся равнодушным. Таких организаций, как Красный Крест, выделены дезинфицирующие средства для социальных работников, непосредственно работающих с пожилыми людьми, перчатки закупаем за счёт выделенных средств. Также общественное объединение «Беларусь» внесло большой вклад. Выделили полторы тысячи для приобретения, опять же, масок защитных для социальных работников. Алгоритм работы социального работника практически николе не изменяется. Спочатку отрывания списа спираликом необходимых продуктов, потом их набыть всё в гандлёвых кропках. Нечего надзвычайного пенсионеры не заказывают, только самое необходимое – хлеб, молоко, алей, мясная продукция. Проблем с ассортиментом у Вогули николе не узникая. У крамах можно набыть всё. Людмила Эпелева ранее у социальный центр не зверталася. Я каже, что это вельми зручно и додает. Эпидемия обовязково завершится, а память об людях, которые пришли на допомогу, застанется. Я позвонила, слава Богу, что есть такая организация. Плохо, конечно, что у нас коронавирус. Но мы думаем, что с этой бедой справимся. Всё проходит, и это пройдёт. А прача пенсионеров и инвалидов, которые начали извертаться у территориальные центры социальной поддержки в Апошние дни, тут ещё находятся на постоянном обслуговании больше 14 тысяч человек, до которых работники центров обовязково приходят по некольки разу на тыдень. Причим, а прача набыть продуктов харчевания и леков, яны, да помогут при необходимости и ежу приготовить, и коммунальные послуги оплатить. 89-годовая Лидия Шауцова на такому лику два года. Каже, что вельми задоволена. Гэта вельми важна – ведать, что об табе есть кому поклопатиться. Мне хочется сравнить их труд с трудом настоящих врачей наших в данное время. Это как бы невидимые бойцы, но они на переднем крае. Не боятся приходить нам, не боятся доставлять нам продукты. Очень ровное спасибо.